Сирах, глава 26. Счастлив муж доброй жены, и счастло дней его сугубое. Жена добродетельная радует своего мужа, и лета его исполнит миром. Добрая жена счастливая доля, она дается в удел боящимся Господа. С ней у богатого и бедного сердце довольное, и лицо во всякое время веселое. Трех страшится сердце мое, а при четвертом я молюсь. Городского злословия, возмущения черни, оболгания на смерть. Все это ужасно. Болезнь сердца и печаль. Жена ревнивая к другой жене. И бич языка ее ко всем прирожающейся. Движущаяся туда и сюда воловья ярмо. Злая жена, берущая то же, что хватающая скорпиона. Большая досада. Жена, преданная пьянству, и она не скроет своего срама. Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее. Над бесстыдной дочерью поставь крепкую стражу, чтобы она, улучив послабление, не злоупотребила собою. Берегись бесстыдного глаза и не удивляйся, если он согрешит против тебя. Как томимый жажду и путник открывает уста и пьет всякую близкую воду, так она сядет напротив всякого шатра и перед стрелою откроет колчан. Любезность жены усладит ее мужа, и благоразумие ее уточнит кости его. Кроткая жена — дар Господа, и нет сыны благовоспитанной душе. Благодать на благодать жена стыдливая, и нет достойной меры для воздержанной души. Что солнце, восходящее на высотах Господних, то красота доброй жены в убранстве дома ее. Что светильник, сияющий на святом священнике, то красота жены ее в зрелом возрасте. Что золотые столбы на серебряном основании, то прекрасные ноги ее на твердых пятах. От двух скорбело сердце мое, а при третьем возбуждалось во мне негодование. Если воин терпит от бедности, и разумные мужи бывают в пренебрежении, если кто обращается от праведности ко греху, Господь уготовит того на меч. Купец едва может избежать погрешности, а корчемник не спасется от греха.